Зареченские школьники разрабатывают идеи высокотехнологичного бизнеса. Учащиеся образовательных учреждений города впервые принимают участие в федеральной программе технолидера будущего. Это акселератор для предпринимательских проектов, направленный на профессиональную ориентацию и ранние профессиональные пробы старшеклассников. Как я, главная цель – привлечь детей к технологическому предпринимательству, чтобы дети знали, куда можно прийти, а именно в наше учреждение, потому что мы являемся координаторами для нашего города. И, соответственно, реализовать все свои идеи и в дальнейшем попытаться, ну, как сказать, найти тех людей, которые готовы их поддержать для того, чтобы развиваться дальше. Одно из направлений акселератора технолидера будущего – квест-игра. На тематических площадках школьники отвечают на видео-вопросы, узнают об особенностях инновационного предпринимательства и открывают для себя профессиональные термины и факты, связанные с технологиями. Игра проходит с использованием мобильного приложения, где каждая станция и задания закодированы QR-кодом. Эти вещи мы используем в быту, но, скорее всего, мы даже не задумывались, что они – самые настоящие представители нанотехнологий. Назовите три представителя этой сферы – лейкопластырь, молоко, краска для стен, зубная паста. Принять участие в интеллектуальном состязании приглашены команды всех образовательных учреждений Заречного. Все задания квест-игры технолидеры будущего разделены на две возрастные категории. Данный квест, он все равно больше идет как популяризация именно технологического предпринимательства среди обучающихся. То есть мы пытаемся сейчас как можно больше детей пригласить к нам, чтобы дети познакомились, чтобы дети увидели, про что вообще идет речь именно в акселераторе. А после мы приглашаем всех детей, которые желают до октября месяца, для того, чтобы они попробовали себя со своими какими-то проектами. Программа акселератора технолидеры будущего предусматривает большое количество лекций, мастер-классов, выступлений ведущих педагогов, предпринимателей России. Полученные знания должны помочь школьникам в работе над собственными инновационными бизнес-проектами, которые им предстоит защитить перед конкурсной комиссией на всероссийском уровне. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».